Добрый день. Добрый день. Я ненадолго, потому что мне сейчас звонок должен. Я там с Максимом Степаненко договорился поговорить на эту тему с Александром. Ну-ну. Я сегодня выставлю его с ним разговор. Начинаю выставлять. Я вчера... Ну, дело в чем. Я почему хочу... То есть я у Александра спросил сейчас. Он еще пока не ответил. Я хочу тоже нашу беседу с ним выставить. То есть в вашей беседе он не до конца открывается, понимаете? Ну, а почему... Я даю ссылку людям. Люди понимают как бы превратно, что он уходит из православия, ну, ввиду того, что его не устраивают священники и сами приходят, понимаете? Его как можно понять? Но он-то, по сути, он... В нашей беседе я задаю ему такие вопросы, наводящие, да, и он отвечает. Он же абсолютно не православный. Он не имеет той веры. В нем нет даже зачатков. Он абсолютно не верит в троицу, вот как мы ее понимаем. У него нет веры в причастие вещественное. Абсолютно никакой. Он в мертвецов что-то едет. Ну и там прочие вещи. То есть он снял крест, все там, иконы из дома выбрасывают. Ну, не выбрасывают, а собирают их отнести в храм. То есть он полностью отвергается вот того, что он имел. Да я ему сказал, с чем это связано. Ты упал с лестницы, говорю, потому что у тебя нет лестницы. Если бы ты семикратно в день молился, делал по тысяче поклонов, тебе бы сатана близко не подошел. Ясно, что этого не было. Этого не было. А дальше вольнодумство. Я буду искать, где красивые, хорошие, не такие, как другие. А там быстро это надоест. Да, дело в том, что он не собирается ничего искать, понимаете. Сегодня есть новые движения такие, где люди отделяются, а не сами по себе. Но я-то совершенно иное увидел в нем, понимаете. Я сегодня соотношу, я ночью, опять же, полночи не спал, думаю, все за него, никак он из головы не выходит. У меня одни только мысли о нем, вот уже сутки, наверное, целые. И я понимаю, как, что он совершенно, у него агностическая вера, он агностик, понимаете, более к ним относится. То есть у него есть вера, вот единственное, он хочет спасти душу. После этой жизни унаследовать царствие Божие. Все, остальное его больше ничего не интересует. Никакие, я думаю, он не верит ни в хождение по воде, как, что Христос, ни в какие чудеса абсолютно он не верит. Понимаете, как? То есть, понимаете, агностики, да? Ну, конечно. От ума все. Ну да, он все хочет соотнести со своим умом. Сердце, сердце, сердце. Я говорю, а сердце крайне испорченное. Посчитай, что о нем Соломон говорит. А чтобы я в сердце принимал. Да где по сердцу, по нашему Бог дает? Он дает Господь то, что необходимо. Он говорит, два зла сделал народ мой. Это Еремея 2,13 говорит. Первое, что меня источник воды живой оставит. Это знаешь, что он источник воды живой нет? А второе, высекли, то есть сами высекли водоемы, которые не могут держать воды и влаги. Все. Два зла. Ты зато выйди. И от тебя, от разума ничего. Тебе не надо думать, это Божий источник. Он это дал. Я не понимаю, не так, как в Библии написано. А как? Под сомнение все ставится, но в смерть это сейчас тебя окружит, когда темные силы-то. Там как Феофан Затворник говорит, тут теперь уже хочешь, не хочешь, а потащит тебя в преисподнюю. Это здесь мы привыкли умом своим играть. А там не получится. Я ему много сказал. Но я воздерживаюсь, потому что я на молитве проверяю себя. Ему сейчас ничего этого не надо. У него нету ревности той, которую дает Господь. Он не будет ночью вставать, если бы с нами был. Он не будет вставать молиться. Хотя он очень хороший человек. Он живет нормальной жизнью. Никаких упреков нет. У него на работе все хорошо, с женой хорошо. Ему Христос-то по большому счету это и не нужен. Вот этих спросили, когда... Это газета «Щит и меч», это главная газета милицейская, полицейская. Мы интервью взяли у игиловцев там. И говорят, а ваши ряды можно внедрить? Ну, обычно так, внедряют там тайный крот. Коммунистам Зорге, Рихард, там другой, Кузнецов Николай. А здесь, они говорят, нет, ни одного случая пока не было. Да, действительно, говорит, не было советское. А почему не было? Потому что мы молимся, говорят. У нас только ночью три раза на молитву встаем. Если он к нам будет внедрён, мы его не знаем. Допустим, араба купим. Он также разговаривает из нашей местности, всё. Но если он это не верит в это, он или с ума сойдёт, говорит, или будет такой же, как мы. Молитва. Вот у меня бы, если он пришёл, сказал, я не знаю, что потерял, помоги мне, я бы сказал, переезжай ко мне сюда. Немного, три месяца. Три месяца. Я был в Сан-Франциско. Ну, и меня там пригласил, там был архиепископ Антоний, тамошний, Сан-Франциск. Их было три в это время Антония. И Пётр, кажется, Перекрёстов. Но они меня спустили туда вниз, где гробница Иоанна Шанхайского. Вы, говорит, вот этих людей знаете, называют их. Я, говорю, глазами знаю, а я не работал с ними. Брат мой работал. Вот просятся тогда, зарубежная церковь много открывала приходов. Мы, говорит, принимали таких, а теперь не знаем, что с ними делать. То есть самые худшие шли туда. Шли люди не это убеждение, что это надо ощущать. А, ну, ловцы, говорят, счастье, как Лермонтов о Пушке написал. Я говорю, я не знаю, но надо проверять. А как проверять, говорит? Я говорю, простое дело. Вы им давайте командировку Потеряевку. Она только начинала строиться, 92-й год. Второй год, там работы, море. Три месяца он на глазах будет. С нами вместе будет нам начать молитву ставить. Мы заранее обговорим. Никаких побегов. За рог положи, иначе бежишь, все остается твое здесь. У тебя ничего не будет, если ты хочешь получить что-то. И он три месяца будет с нами на занятиях. В лесу работаем, здесь у него не получится скрываться. Не получится. Вот сейчас к нам заходит. Ну, один-то был у нас летом-то, Виталий. Ну, он был месяца два или три. Ну, и, наконец, мы выпроводили, сказали к утру, чтобы не было. По-хорошему помолились, проводили. А другой приехал, вот сейчас Роман Проликов заходит. Хороший мужик-то. Кажется, два дня только был. После этого Виктора срочно снарядили, сзади посадили, вещи собрали. Я ему косу отстриг только, и все, и назад. Все, не получится. А так эти люди приехали быть с нами, работать. Он не может войти в то, что надо войти. Вот. У него не получится. А у Володи он приехал, у него получается. Я вот, смотрите, ничего еще удивляет. Вот он человек, по сути, своей такой душевный. То есть, в таком плане вот. Он, как бы, отзывчивый, да, он готов протянуть руку свою. И вот он связывается, как бы, ему под стать стали люди, вот, ну, которые мы все знаем. Этот Александр Муха, Евгений Потемин, потом этот Олег Сват, вот этот. Вот, понимаете, то есть, нашел. Это люди, с которыми, ну, я не знаю, тяжело даже на вторую беседу выходить. То есть, сердце их отвергает моментально. Понимаете, а как вот такой человек с таким душевным настроем, как мог он с ними, ну, как бы, у нас это как называется, какой-то грех нераскаянный человек. Причем он оправдывает их вот это вот состояние. То есть, я вчера с ним, когда беседовали, я чуть ли не до спор, я говорю, ну, ты выискиваешь православие, вот, какие-то там мельчайшие, ну, ты беседуешь с людьми, которые разворощенные полностью. Чревоугодник, который там по 200 килограмм сидит, и который не хочет бороться со своими. Он готов учить других, но он сам со своим грех свой оправдывает. Ты свой грех оправдываешь. Блудодей, который до сих пор своих детей даже не следит за детьми, за своими, которые полуголые ходят, вот, которые совершенно ни в руках, ни себя не хочет, ни семью свою держать. Вот, и ты идешь связанных. Потом еще третий там есть, на языках он говорит. Вот он говорит, я принял бы православие, но я не могу от языков отречься. Ну, вы знаете, его тоже там есть такой Евгений Флоринсио, он хотел православие принять. Вот. Вы помните, молодой из Израиля сам. А он, оказывается, на языках говорит, понимаете. И вот это, в эту компанию он влез. И это его радует, вот это вот сейчас. Это все временное. Временное. Я говорю, за вашим столом ни златоуста, ни кого из святых отцов нету, ни Анна Хронштадтского, он с вами за стол не сядет. Ну, это образное выражение. Вот, к кому ты относишься, это люди твои. Игнатий Бридич, этот, богоносец, он что, не понимал? Не понимал. Он в Антиохии был епископом, его стравили львам, он умер мученикой. Его слово ниже вашего. И посчитай его послание, когда он пишет, когда без епископа никуда. Никуда. Мы должны признать это или не признать. Или все со счетов сбрасывать. Иринея Леонского, Поликарпа Смирского, всех мучеников. Протом мученики все за Христа. Если просто на земле устроиться, как, по-хорошему, Толстой, Лев Толстой, более объяснимо было. Бери от него, да и мало ли таких было-то. И они берут это учение, как человеческое, которое устрояет жизнь. Не устроишься. Когда достигнет до самой точки, ты взмолишься тогда. Это сидеть можно где-то в мягком кресле говорить. Ты один. И вот кого вы перечислили-то, а он внутри-то еще не знает. Он обязательно столкнется, когда он шарахнется. Я ему вчера это и сказал. У вас, понимаете, впереди еще испытания будут. Вы увидите, где. А церковь дает прощение. Человек ощущается, причащается. А там ничего этого у тебя нету. Нету. Ты вопреки Евангелии идешь, а Слово Божие будет сует. Ты не веришь, но тогда не называйся верующим. Зачем же ты это имя-то берешь, верующего? Я христианин. Отношение... Получается, человек неверующий совершенно веры не имеет никакой. Ну да. Никео-Цареградский символ начинает корежить их. Он никак... Там ни одного слова нельзя трогать. За этим стоит, я говорю, полторы тысячи епископов. И что? Система. Я бы сказал, система. Система, система, система. Это все иеговисты говорят, свидетели иеговы. Какая система? Вот ты думаешь, новое что-то открыло. Ну теперь найди точно. Изложи свое кредо, верую. Во что? И теперь скажи, кто так верил во втором веке, в третьем? Вот так, как ты. Но мы будем учиться еще доходить. И до каких пор ты будешь доходить? Система. Система эта он подцепила от Дмитрия Кузнецова. Вы смотрите, он всякую мерзость, всякую грязь вот эту цепляет. Да. От Потемина там, от других, от Кузнецова. Вот эту мерзость, которую они вынесли. Он от них все собрал в одну кучу. А вот смотрите, брат. Вот когда так вот коснется где-то, а они, говорит, пали, потеряв веру, а ты держись, не гордись, говорит, но бойся. Это нас сильно побуждает держаться за церковь православную. Ни шага в сторону. Ни шага, никуда. Как я говорю о том, я вот, ну, еще раньше об этом говорил, я говорю, ты падаешь, вот, то есть, ну, как, в моих глазах падаешь в православии. А я, наоборот, укрепляюсь, понимаете. Его падение более утверждает меня в православии. Я начинаю больше любить его. Да. Я слышал такой рассказ два друга. Они их дружили, евреи православные. Еврей уже склоняться начал. Говорит, но своими глазами хочу посмотреть, как в Риме живут. Ну, он на корабль сел, этот друг православный-то проводил, вернулся и запечалился так. Говорит, ну, в Риме-то что делается там, говорит, кардинальскими шапками раскидываются. Там такое делается. Ну, прошло месяца четыре, и говорят, корабль швартуется. Друг приехал, он будет встречать, не встречать. Явное дело, что он теперь не православный-то. Ну, на всякий случай решил пойти, ну, просто по-человечески. Тот с корабля через трап прыгает, прямо обнял его. Все, говорит, назначай день, крестить все будут. Говорит, подожди. Так ты в Риме-то был? Конечно, был. И ты все видел там, спрашивал, видел своими глазами. Такое творится, говорит, там, стал рассказывать. Это только Бог может еще удержать, что в людях вера. Только святое и чистое. Вот поэтому я понял, что столько безобразия, а народ простой верит, несмотря на эту верхушку-то, там, о чем Андрей Коляев пишет. Это только Бог может сохранять. Я крещусь, принимаю веру православную. Вот как люди могут рассуждать. А он нас чуть-чуть где-то увидел, услышал. Ой, да какая это вера. Какая вера-то? Ты что, о себе что-то больше вдумаешь? Ты когда о других думаешь, всегда думай, они этого не слышали, они этого не знали. И такое. А я столько слышал, еще комаров в голове напускаем. Тут только молчи и молись. Молись. Сейчас вот вопрошает тут один, такой вопрос задает, прям сразу ответить. Я говорю, только задал ответ, а вопрос касается его, там, переезда или что-то. Ты мне задал вопрос? Вот хоть дай дня два я помолюсь, и какой-то ответ, может, будет. Я что, оракул какой-то? Нет. Да как же так, это простое. Ну, простое, зачем ко мне обращаешься тогда? Есть более умные люди. Я на себя не беру ничего. Я сегодня прослушал, когда мы... Тут один, когда человек-то приходил, как бы с покаянием через вас-то, с Америки-то. Я заново все прослушал. Беседа была какая. Ну, сейчас, по крайней мере, нападок нет, уже хорошо. Я еще что хочу узнать. Вот вчера с Александром говорил, да? Ну, я говорю, если ты отвергаешь иконы, крест снимаешь, отвергаешь символ веры, не принимаешь троицу, как ее понимает православие, вот тебе надо тогда и крещение, и миропомазание ты должен отвергнуть. Он говорит, нет, крещение, оно как бы, оно остается за мной. То есть и крещение не имеет значения, где тебя крестили. Он полностью уму дался с твоим. Это Лев Толстой говорил. Чего не понимаю, тому не верю. С человеческим умом. Он слово логос, говорит, вначале было слово, слово было у Бога. А Лев Толстой говорит, вначале был разум, разум был у Бога. Ему сразу же там подобный Шопенгауэр рисует. А какой разум? Ты объясни, какой есть разум? Есть разум цивилизованного человека и разум Камшедала, который, говорит, раз в год поймает Китай, да блевотина нажирается. Где бы еще дохлое какое море не приблило белуху-то, они волоком тащат домой, есть, а нечего. У него тоже какой-то разум есть. Ну, на уровне биологического существования. А все логос. Нет, святые правильно перевели. Вначале было слово, не разум, слово. Разум мне не объясняет этого. Тут за этим многое, что... Ну, я взял самое простое. Не было молитвы. Не было молитвы нарушения постов. Он хороший человек, все, мягкий. Но тут не пройдет это. Будем молиться. Но я ему сказал, более всего удивительно то, что я не беспокоюсь о нем. Бывает, когда человек где-то уходит, я, бывает, по неделе плащу и плащу, молюсь и плащу. Я не могу остановиться даже. Такая скорбь, как будто он в аду находится. А тут я спокойно, как будто... Один вопрос такой, что и скорбеть неком, что веры там не было никакой. А другая, что... Я говорю, ты подуришь и вернешься. Вот что может быть. Я ему вчера сказал, что я говорю, мне, Господь, пришлось шею сломать, а тебе предстоит еще шею сломать. Как его Господь поведет, это не больно. Видно, что Господь чему-то готовит. Только начнешь говорить, и мы там не надо. Гостя пришли. Там он. Ладно. Ну я, в общем, мне пора, а то мне сейчас звонить уже. Тут вот что такое, я хотел сказать. Вы когда сказали, хотели присутствовать с нами на собрании Гликерия пришла. О, смотри. Я здесь... Гликерия пришла. С яблоками. Подарок несла. Ого. Вот какая девчушка у нас тут. Я говорил... Вы меня неправильно поняли. Я не на собрании хотел присутствовать. Я хотел, когда батюшка к вам придет сюда, к вам домой, я хотел с ним поговорить дома. А я думал, собрание. Нет. И там они принесли свой аппарат, и соединяли, и вас вызовы делали, не могли добиться. Ну какой добиться? Я две недели при смерти был вообще... Ну я так и сказал, говорю, очень за ним мог, брат, и все. Но мы сделали как могли. Там все, привезли аппарат, и пришли мастера, там все это стояли. Прям программист пришел. Я хотел в воскресенье позвонить, когда батюшка к вам приедет, и все. И как раз под воскресенье меня свалило, что у меня не волосы, и я вообще ничего не мог. Ладно, ладно, ладно. Сейчас день деревни, а после дня деревни он приедет сюда, и у меня здесь вы выйдете, я вам дам сигнал. Прям вот так, как мы с вами разговариваем. Ну да, ладно, все, я пошел, а то у меня времени не остается. Ну, во славу Божию. Все, с Богом. Слава Иисусу.